Стоит ли бывшим профессиональным военным идти в политику, либо не стоит одно поприще смешивать с другим? Первый и единственный вице-президент России Александр Рудской сделал яркую политическую карьеру, а затем ушел в бизнес. В свое время он выступал против Беловежского соглашения, был арестован и обвинен в организации массовых беспорядков, призывал к штурму мэрии Москвы и до сих пор припоминает Бориса Ельцина недобрым словом. Кто же он на самом деле? Герой или предатель? Выясним сегодня. Приветствую, на связи НьюСолдат, и мы начинаем. Советский и российский военачальник, генерал-полковник Борис Громов, рассказал, что бывшего вице-президента Александра Рудского, воевавшего в Афганистане, дважды выкупали из плена. Об этом он упомянул, комментируя в беседе с Интерфаксом информацию о нашедшемся советском летчике, который пропал в Афганистане более 30 лет назад. По его словам, летчиков тогда старались выручать сразу же после того, как они попадали в плен. Только Александра Рудского выкупали два раза за большие деньги, вспоминает Громов, руководивший выводом советских войск из Афганистана. Александр Рудской – первый и единственный в истории России вице-президент. Он занимал эту должность с июля 1991 года до ее упразднения в декабре 1993-го, после октябрьского разгона парламента. Имеет звание генерал-майора авиации. Во времена СССР он служил в армии, был летчиком и дважды направлялся в Афганистан. Там за все время службы он совершил 485 боевых вылетов. Там же его два раза сбивали. Причем оба раза практически в одном и том же месте – в районе печально известной базы маджахедов Джавара. База служила крупным перевалочным пунктом, через который в Афганистан шло до 20% военных поставок из Пакистана. Первый раз подполковник Рудской был сбит 6 апреля 1986 года ракетой переносного ракетного комплекса. И чтобы дотянуть до своих позиций, был вынужден катапультироваться уже у земли, из-за чего сильно повредил позвоночник, получив компрессионный перелом. В ходе перестрелки он был подобран советским вертолетом и доставлен в госпиталь. Вопреки прогнозам врачей, считавших, что остаток жизни Рудской проведет в инвалидном кресле, он начал тренироваться, восстановил здоровье, стал ходить и снова получил допуск к полетам, поработав в должности заместителя начальника Центра боевого применения и переучивания летного состава фронтовой авиации в Липецке. В апреле 1986 года Рудского назначили заместителем командующего ВВС 40-й армии Туркестанского военного округа, и он снова стал выполнять боевые вылеты в Афганистане. В том году ему удалось совершить 97 боевых вылетов, 48 из них ночью. Маджахеды боялись Александра Владимировича. Они его видели по планированию самолета. Я слышал сам, прослушивая радиообмен, маджахеды, увидев самолет Рудского, на ломаном языке кричали «Уходим, уходим, это Рудской летит, сейчас все зачистят начисто, прячемся, если успеем». Но они не успевали. Рудской неожиданно появлялся и неожиданно исчезал, вспоминал генерал-майор авиации Александр Феднев. Друзья, вам известны летчики, которых враг бы боялся подобным образом. Расскажите о них в комментариях под видео, а мы продолжим. 4 августа 1988 года Рудской, возвращаясь с задания по бомбардировке и разведке, решил прилететь над базой Джавара, уже год как находившаяся в руках маджахедов. Обнаружив в районе базы машины с ящиками, Рудской решил уничтожить их ближайшей ночью, на что получил согласие от генерала Громова, командующий армией. По команде Рудского самолеты сбрасывали над базой светящиеся авиационные бомбы, после чего по колоннам грузовиков наносились удары неуправляемыми ракетами С-5. В ходе бомбардировки восьмеркой грачей Су-25, одним из которых управлял Рудской, было уничтожено три колонны машин. Как вдруг во время виража в его кабине раздался звук березы, устройство предупреждающего о захвате самолета бортовым локатором противника. «Истребителям передаю, меня атакуют!» А в ответ «Цель не наблюдаем», вспоминал Рудской секунды перед поражением ракетой. И в этот момент мощный удар со взрывом в правый двигатель. Гаснет всё освещение приборов и одновременно рассыпается в дребезги фонарь кабины. Рудской успел остановить правый двигатель и вывести на максимум левый, пытаясь развернуться в сторону аэродрома, когда раздался новый взрыв – попадание второй ракеты. На высоте почти 4 километра он оказался выброшенным в катапультном кресле и видел, как неслись к земле горящие обломки его самолета. События, разворачивавшиеся далее и детально описанные в воспоминаниях Рудского, представляют собой историю героического спасения и вполне могли бы стать основой голливудского боевика. Лётчику удалось дотянуть и приземлиться в лесу, и он быстро начал убегать в сторону от ближайшего посёлка, от приближающего села и собак. Раненый, ободранный, испытывавший мучительную жажду после преследования, Рудской провёл первую ночь на естественном скальном карнизе, готовясь вести оборону. В ту же ночь рядом пролетали советские самолёты, при помощи светящихся бомб, пытаясь обнаружить лётчика. Несколько раз Рудской выходил в эфир по своей радиосвязи, но его не слышали из-за большого расстояния. Оказалось, что Рудской находился на территории Пакистана, в 15-20 километрах от границы и в десятках километров от своих. Так начался его многодневный поход на запад в сторону границы через острые скалы, ручьи, в обход деревень и случайных пунктов. Искали его не только советские самолёты. О том, что сбит советский лётчик, знали пакистанцы, и уже во вторую же ночь Рудской наблюдал их вертолёт, шаривший по кустам прожектора. Днём ему приходилось прятаться в скалах на 40-градусной жаре в ожидании темноты, чтобы двигаться дальше. Выйдя к реке и утоляя жажду, Рудской был обнаружен вражеским прожектором, со стороны которого по нему ударили автоматной очередью. Рудской упал в воду и проплыл по течению несколько километров, после чего выбрался и поднялся на соседний хребет. Всё это время его мучили незаживающие раны. Один раз ему удалось набрать в лесу неспелых гранатов, поедая которые он утолял не только голодную жажду. Спустя несколько дней искавшие лётчика советские самолёты прекратили поиски, и он продолжал продвигаться к границе, ориентируясь по звёздам. У одной из рек во время отдыха он был замечен группой моджахедов, которые открыли по нему огонь, ранив в руку. Лётчик снова бросился в реку, проплыв около километра. Вспоминая своё состояние, Рудской писал, что подумывал о самоубийстве, однако решил продолжить бороться за жизнь. А вы как бы поступили на его месте, друзья? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях под видео. Мы же продолжим. «Занятый добыванием пищи, я не заметил, как в пятнадцати метрах от меня появилась пожилая женщина. Я прицелился, но на спусковой крючок не стал нажимать, что-то остановило меня. Мы посмотрели друг на друга, женщина развернулась и, увлекая коров, ушла», – вспоминал позднее Рудской. Вскоре после этого мужчины из деревни догнали лётчика и вырубили его ударом в затылок. Очнулся Рудской связанным у маджахедов, переброшенным через седло лошади. Место это было севернее база Джавара, куда и доставили его через какое-то время. Маджахедам хотелось показать её обитателям того, кто устроил на ней пепелище. Несколько часов пленный висел на дыбе. Рудской был уверен, что его казнят, однако вскоре его перевезли в другое место, передали пакистанским военным, чьи врачи стали обрабатывать раны. Поначалу пакистанцы требовали от него информацию о составе войск, системе охраны аэродромов, порядке вывода сил из Афганистана. Разумеется, я ничего этого не делал, говорит Рудской. Выяснив личность лётчика, пакистанцы стали лучше его кормить, поселили в коттедж. За передачу важных сведений обещали ему канадский паспорт и 2 миллиона долларов. Но я не продавался и не продаюсь, рассказывал Рудской впоследствии в одном из автобиографических фильмов. Отказываясь отвечать на все вопросы, Рудской требовал к себе советского посла. Однако вскоре пакистанцам стало известно, что пленный – тот самый лётчик, за которым так долго охотились. В ходе одного из допросов Рудской увидел и пакистанца, сбившего его на F-16. Общение с пленным улучшилось, врачи залечили его раны, ему была предоставлена чистая одежда. Вскоре Рудского переправили в Асламабад, где сообщили, что по решению президента страны Ульхака его передадут советскому послу. «Много позже я узнал, чему обязан своим нежданным спасением. Меня обменяли на полковника одной иностранной спецслужбы», – вспоминал Рудской. Кандидат исторических наук Андрей Почтарёв в 2004 году писал, что для вызволения Рудского из пакистанского плена были задействованы все возможные каналы советской разведки, а также связи с президентом Афганистана. На переговоры и непосредственно выкуп потребовалась неделя. По свидетельству одного из участников той операции, залётчика потребовали сумму, примерно равную стоимости автомобиля «Волга». Как вы считаете, друзья, стоила ли шкура выделки? Делитесь с вами мыслями по этому поводу в комментариях под видео, а мы продолжим. 21 августа самолёт аэрофлота доставил его в Москву, где лётчика встречали жена, друзья, руководство ВВС. «Август 1988 мне запомнился на всю жизнь, как месяц одновременно трагический и счастливый. Вопреки всему, я остался жив, чудесным образом спасён из плена, зачислен слушателем Академии Генерального штаба, представлен к званию Героя Советского Союза», – писал он в воспоминаниях. Тогда же лётчик узнал, что в роковой день его предал свой же сослуживец, командир группы прикрытия истребителей, который сообщил пакистанской стороне, что вылетать на задание будет именно Рудской. «Командир группы, который сел в Пешаваре, навёл на меня истребители, дал координаты истребителям пакистанской ПВО. Получил пулю в лоб, его потом нашли за границей», – пояснил Рудской. 8 декабря 1988 года лётчик Рудской был удостоен звания Героя Советского Союза. После окончания Академии Генштаба он ушёл в политику, избран народным депутатом РСФСР, а в мае 1991-го был избран на должность вице-президента. «Орёл» – так описывал Рудского экс-президент Борис Ельцин в одной из книг. Во время событий августа 1991-го Рудской был одним из главных организаторов обороны Белого дома. Как сообщал Рамблер, спустя много лет Рудской заявил в интервью МК, что во время августовского путча у Ельцина был трёхсуточный запой, и он неоднократно пытался сбежать в посольство США. В ответ на это Наина Ельцина назвала Рудского предателем и лжецом. Жена бывшего президента РФ заявила «Для меня и Рудской, и Хасбулатов – люди, которым давно нет веры. Сколько предательств и лжи на их совести, что невозможно всерьёз оспаривать очередной бред, который они распространяют». По её мнению, в 1991 году членами Государственного комитета по чрезвычайным ситуациям в стране была предпринята попытка государственного переворота. К слову, конфликты с Борисом Ельциным у Рудского начались из-за критики Беловежского соглашения. Также Рудской критиковал президента за назначение на высокие посты, не имеющих опыта никчёмных людишек, и назвал кабинет Егора Гайдара «мальчиками в розовых штанишках». В октябре 1993 года, когда Ельцин обнародовал указ о конституционной реформе, Рудской начал призывать лётчиков поднять самолёты против банды, засевшей в Кремле. После этого его уволили с поста вице-президента и из армии, а после штурма войсками Дома Советов арестовали по обвинению в организации массовых беспорядков, но в 1994-м амнистировали. В 1996-2000 годах Рудской был главой администрации и губернатором Курской области, а также сенатором. Вот что о том периоде писали российские СМИ. «Независимая газета, 2000 год». Обеспечив себе, как ему казалось, благосклонное отношение федеральной власти, Рудской в пределах возглавляемой области дал полную волю своим амбициям самовластного хозяина. Он многое обещал избирателям, но реальные результаты губернаторской деятельности были отнюдь не блестящими. Курская область при Рудском жила беднее соседей по центрально-чернозёмному региону и беднее большинства регионов РФ. В администрации Рудского царила чехарда. За три с небольшим года около 80 человек занимали посты заместителей и помощников губернатора. Большинство из них были варягами, что особенно раздражало местную элиту. Среди сограждан постоянно циркулировали слухи о помпадурских выходках губернатора, плюс к тому многочисленная родня губернатора, занявшая самые тёплые места в области. Ко всему прочему, практически с самого начала своего губернаторства Рудской не сумел найти общего языка с областными правоохранительными органами. Газета «Труд», 2001 год. «Куряне хорошо помнят, как Рудской в предвыборных речах и после избрания то и дело хвастался. У меня целая очередь банков и фирм, желающих вкладывать свои капиталы в Курскую область. Для них гарантия только одно моё имя – всемирная известность». Но вскоре стало понятно, что и очереди никакой нет. И главное – отдавать долги губернатор и его не считают нужным. Ныне обнародован один из показательных документов. Это письмо посла в России одной из уважаемых европейских стран, который просит губернатора вернуть просроченный долг размером 1,3 миллиона долларов, известной фирме его государства. На письме посла Рудской начертал строгую резолюцию своим заместителям по финансам и инвестициям. Дескать, такие сякие немедленно надо придумать, как уладить этот позор. В то же время в адрес зарегистрированных в Германии фирм «Кара» и «Ник», принадлежавших родственникам заместителя Рудского по финансам Конончука, избежавшего правосудия благодаря амнистии и справке об инвалидности, ушло почти полтора миллиона долларов предоплаты за поставки офисной мебели и евроремонт административных зданий. И так далее. По данным московского комсомольца, с 2007 года он занимает пост председателя Совета директоров цементного завода в Воронежской области. Друзья, если когда-то в жизни вам приходилось пересекаться с Рудским вживую, то расскажите об этом в комментариях под видео. Какие впечатления о нем у вас остались? И не забудьте подписаться на канал, потому что прямо сейчас мы прощаемся с вами, чтобы приступить к работе над очередным выпуском. Он будет очень интересным, не пропустите. Оставайтесь на связи, до скорого! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова